Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что я считаю, что вы превышаете свои полномочия. До этого вы мешали работе аппарата суда. Каким образом я мешал? Я участвовал в судебном заседании. Это мое право и обязанность в том числе. Представлять интересы моего доверителя, подзащитного. А мне препятствовали. Поэтому давайте решим проблему просто. Я пойду заниматься своими делами и в конституционном порядке обжалую действия судьи. Зачем не действия, а ее постановление, которое она вынесет. Я даже не буду дожидаться, чтобы не усугублять. Потому что я ничего противоправного не совершал. И имею право выйти из здания суда. А если у вас есть какие-то конкретные претензии, так предъявите, что конкретно я нарушил. Что конкретно я нарушил. Ознакомьтесь еще раз, повторно. Я еще раз объясняю, почему я включил видеозапись. Я ее включил, потому что у нас возникла конфликтная ситуация. И чтобы была объективность, я должен это фиксировать. Если у нас конфликтная ситуация разрешена, я сейчас вхожу и выключаю, и занимаюсь своими делами. Я выхожу из здания суда. Я не собираюсь здесь ничего фиксировать. Но я обязан фиксировать. Для того, чтобы сейчас правоохранительные органы, когда приедут, приняли соответствующие решения в отношении вас. Ложкин, вы будете оформлять что-то или нет? Или я пойду заниматься своими делами, вы мне выпустите из здания суда. Сейчас так же подойдет. Хорошо. Но вы понимаете, я вынужден все равно фиксировать, потому что у нас возникла конфликтная ситуация. Здесь вопрос не в том, что я там можно, нельзя. Я фиксирую данный момент для суда и для разбирательств, для правоохранительных органов. Потому что я усматриваю ваших действий в превышении должностных полномочий. Соответственно, вам начальник что сказал, отпускать меня или нет? Вы задержаны. А, даже задержан? Для составления административного протокола. Ну, поехали. Хорошо, давайте. Вообще, кто будет оформлять, если будет оформлять, с кем не общаться? Кто старший, кто сейчас отвечает за действия всех подчиненных и так далее? Представьтесь, как вас зовут, чтобы уже зафиксировано было, чтобы мне конкретно предъявлять претензии. Максим Александрович? Бурков. Максим Александрович, у меня к вам первый вопрос. Значит, какие в мой адрес обвинения фактические? Прежде всего, вы мешали проведению судебного процесса. В чем это выражалось? Вы повышали голос, вы мне хамили. Как вы определили, что я в судебном заседании повышал голос? Я на данный момент повышаю голос, да или нет? Вы говорили на повышенных тонах. Как вы определили, какие тона у меня повышены и какие нет? Нет, я говорю четко, разборчиво, для того, чтобы хорошо фиксировалось под аудиозапись. После того, когда судеб не прибывательный мужчина. Нет, я вам задаю вопросы. Давайте я вам задам вопросы, а потом, когда вы будете составить... Я могу не отвечать на ваши вопросы, я вам поясняю. Вы обязаны сообщить мне причину моего задержания, разъяснить мне права и обязанности. Я объясняю вам. Мне, ответьте, пожалуйста, на те вопросы, которые меня интересуют. Как вы определили, что я что-то... Вы мне жнубили, вы оказались выполнить мое законное требование. Вы влезли в процесс судебного заседания. Вы говорите сейчас право. Вы влезли в процесс... Все фиксировалось в том-то и дело, хотя бы на аудиозапись, но фиксировалось. Вам судья не делал никакого замечания, либо указания, чтобы вы что-то предприняли. Я когда разговариваю... Послушайте, вы не имеете права... Послушайте, вы не имеете права... Послушайте, вы не выполнили мое законное распоряжение. Вы не выполнили мое законное распоряжение. Вы не имеете права влезать в процесс судебного заседания. Вы не участник процесса. Я сделал вам замечания. Вы не послушайте. Вы не имеете права делать замечания. Еще раз говорю, я разговаривал с судьей. В момент, когда я разговаривал, мы там что-то говорили на заднем фоне. Вы отказали. Она мне не говорила и делала предупреждения. Из-за невыполнения законных требований судебного пристава вы задержаны. Вы не делали никаких требований, не делали, потому что вы и не имели права делать. Я находился в зале судебного заседания, у нас проходил процесс, а вы влезли в этот процесс. Так все-таки кто превысил полномочия? Кто это повлиял на процесс? Вы, именно вы создали конфликтную ситуацию. Можно я все-таки буду с вами общаться, потому что ваш коллега, я так понимаю, непонятно, что тут рассказал. Все-таки давайте вы мне конкретно скажете, в чем заключается мое какое-либо правонарушение? Потому что вы не выполнили законные требования. Какое? Я поэтому и спрашиваю, какое? Действия нарушающих установленных... Каких действий? Каких действий? Я же еще раз спрашиваю. Мое участие в судебном заседании, это мое право. Вы можете уточнить конкретно, какие распоряжения я не выполнил судебного пристава, которые были произведены в рамках его полномочий? Без нарушения... Смотрите, здесь указано. Да вы мне огласите, у меня плохое зрение, у меня дальнозоркость, я не вижу буквы. Зачитайте мне конкретно, что я нарушен. Мне не нужно все правила, вы мне просто огласите конкретно, что я и где нарушил. Во сколько времени, во сколько минут, что я сделал, то, что я не должен был делать. Ну, старший, младший лейтенант, да, вы, по-моему, сказали? Младший лейтенант? Ну, вы старший в любом случае. Давайте я все-таки общаюсь с вами, вы доведите дело до логического какого-то конца. Разъясните, пожалуйста, причину моего задержания, потому что сейчас приедут сотрудники полиции, и я буду, соответственно, делать заявление о том, что вы превышаете свои полномочия. Если вы что-то неправильно поняли, тогда извинитесь, я пойду заниматься своими делами. Я вам еще раз повторяю. Что вы нарушили? Вы мешали судебному управлению... В чем это выражалось? Вам мой коллега уже пояснил. Давайте вы мне поясните, вы мне поясните. Мне интересует то, что пояснил коллега. Коллега испытывает ко мне явно какую-то неприязнь. Конкретно, что я сделал не так в судебном заседании, подчеркиваю, в судебном заседании. Вы мешали проведению судебного разбирания. Каким образом? Поэтому я спрашиваю. Я заявлял ходатайство, я заявлял отводы, я заявлял возражения. Это предусмотрено нормой импорциального права. Это в принципе не может быть каким-то нарушением. Это мое право. А как защитника обязанность. Этим правом и обязанностью я воспользовался. И если кому-то что-то не нравится, это не повод превышать свои полномочия и применять ко мне какие-то необоснованные санкции в виде задержания. Перебивал судью. В смысле перебивал? Так судья имеет право сделать мне замечание. Он ведет процесс, но никак не судебный пристав. Вы услышите меня? Нет? Судья делал вам замечание? В тот момент, когда возникла конфликтная ситуация с вашим коллегой? Нет, не делал. А до этого? Я говорю, нет, не делал. Причем здесь до этого? У нас шел процесс. Мы неоднократно выходили из зала судебного заседания, судья делала перерывы для каких-то там своих необходимостей. Но определение выносило по поводу заявления об отводе, об охотатайстве и так далее. Это процесс называется, понимаете? И в нем есть определенные перерывы. Мы сейчас рассуждаем, как процесс шел, или как все-таки возникла ситуация конфликтная с вашим коллегой, который в тот момент, когда велся процесс, когда он еще не был закончен, почему-то начал свои реплики нарушать порядок в судебном заседании, высказывать. Именно он совершал вот это правонарушение. Те правила, которые он отсылается, нарушил. Потому что никто не имеет права перебивать судью, в том числе участников процесса. Младший лейтенант, вы услышали меня? Так все-таки что я нарушил? Так вам уже не так как повторялось, что вы мешали в судебном заседании. Это раз. Во-вторых, вы... В чем это выражалось? Еще раз говорю, в чем это выражалось? Вот вы сейчас фиксируете, вы разговариваете на повышенных тонах, ведете видеосъемку. В смысле? Что значит на повышенных тонах? Как вы это определили? Я вообще так всегда общаюсь, если вы не знаете, как я общаюсь. Я вас не знаю. Ну так тем более. Я общаюсь всегда так. Как только зашел, я всегда так общаюсь. Для того, чтобы четко все фиксировалось. На аудиозапись. Чтобы мои высказывания были зафиксированы. А не ваш шепот, который я потом не могу разобрать. Что вы там шепчете? Что вы там предъявляете? Да конкретно можете четко сказать? Вот видеозапись. Для того, чтобы я потом мог это использовать. Младший лейтенант, я не помню, как вас зовут. Я с вами общаюсь, поэтому ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Игнорируют. Сотрудник, составьте, пожалуйста, протокол на вашего коллегу за неуважение. За что? За неуважение. Я с ним разговариваю, он меня игнорирует. Я не имею права составить за неуважение. Не имею права составить за неуважение. Но они же составляют на меня за неуважение. Вы можете составить за неуважение обратиться в суд с этой требованием жалобы. За неуважение. А вы сейчас за что составляете, я не могу понять. Вам же объяснили за что. Младший лейтенант, как я мешал? Вы можете назвать фактические данные? Вы обращались ко мне на «ты», хотя я попросил обращаться ко мне уважительно. Да вы, вас нету в процессе судебного заседания. Нету и быть не может. Когда мы уже вышли, мужчина. Потому что вы провоцировали конфликт. Я вас не провоцировал. Вы провоцировали конфликт. Вы зацепились за это «ты». Но вы попросили, я вам отказал, потому что я с вашим коллегой начал разговаривать. Я попросил его продолжить со мной разговор, потому что у меня с ним конфликта не было. А вы пользуясь конфликтом, перед этим я попросил вас выйти из зала судебного заседания. Вы отказались. Я попросил вас повторно. Вы также отказались. И после этого я не могу это сделать мгновенно. Мне нужно собрать вещи. Это зафиксировано на аудиозапись. После этого, когда вы вышли из зала судебного заседания, вы стали ко мне обращаться на «ты». Я к вам вообще не обращался. Это вы ко мне обращались. Это неуважительное отношение, понимаете? Это ваше неуважительное обращение, потому что я покинул зал судебного заседания, а вы продолжали ко мне относиться с неуважением. Вы предъявляли ко мне какие-то претензии по слову «ты». Вместо того, чтобы просто отойти в сторонку и не мешать, вы себя вели недостойно и по-хамски. Вы нарушали общественный порядок. Каким образом? Если бы ты отошел, ничего бы не было. Вот опять видите, вы обращаетесь ко мне на «ты». Да потому что я еще раз объясняю, у меня с тобой конфликтная ситуация. Какое я имею право, потому что я обладаю русским языком. Сейчас у вас будет составлен административный протокол. За что? За слово «ты» или за что? Так веди себя достойно. Так я тебе тоже ничего не обязан. Перед тобой отчитываться. Вы обязаны соблюдать правила в суде, установленные, с которыми были ознакомлены. Ты меня лично ознакомил. Ты меня лично с чем-то ознакомил. Мужчина, я не буду отвечать на ваши вопросы. Я еще раз спрашиваю. Ты меня лично что-то... Что, 51-й уже воспользовался? Подвесил он 66-й, улетишь, как я не знаю кто. Сомневайся в этом. Или ты думаешь, меня 500 рублями своими напугать? Штрафа. Созмеряй риски, родной, дорогой. Лишение свободы и штраф 500 рублей. Поверь, разное наказание. Ну ты сядешь и присядешь. Понял меня? Нет? Ложкин. Коллега, давайте я с вами продолжу. Потому что этот человек не является на данный момент участником процесса. Ты сиди, рапорт пиши давай. Ложкин, рапорт пиши. Мужчина. Пиши рапорт тебе сказали. Вам уже все было сказано. Рапорт писать сказал. У вас все было доведено. Рапорт писать. Быстро начали. Мужчина, сейчас придет наряд полиции, мы с ними разберемся. А, да, серьезно что ли? Вот разберемся. Максим Александрович, давайте я буду общаться с вами, и вы меня больше не будете посылать к вашим коллегам, у которых у меня существует конфликт, который они спровоцировали. Может не будете отвлекать? Вас уже совсем ознакомили. Вам с чем не ознакомили? Ты мне права зачитал какие-нибудь? Огласил что-нибудь? Именно для этого я веду видеофиксацию. Я еще раз это 10 раз предпредел. Я в данный момент составляю протокол в административной задержке. Напиши, пожалуйста, на листочке, потому что я буду забывать, как тебя зовут. Да я тебе не буду ничего писать сейчас, вам на листочке. Вы присядьте. Ну тогда еще раз повтори, как тебя зовут, чтобы я нормально обращался, чтобы не на ты и прочее такого. Не провоцируй меня. Вы сейчас меня провоцируете. Я попросил написать на листочке, это трудно сделать, как тебя зовут, как тебе обращаться. Присядьте. Да я присяду, говорю, напиши на листочке, как тебя зовут. Я нервничаю, понимаешь? Вот Ложкина я хорошо запомнил. А тебя я не могу запомнить, я не могу тебя ни с чем ассоциировать пока что. Как зовут тебя? Максим Александрович. Максим, Максим, Максим Александрович. Короче, если я буду забывать, Максим он будет тебя называть, потому что я не могу забыть. Максим, конкретно, что я и где нарушил? Вы не выполнили законное требование судебного пристава прекратить действие, нарушающее установленное в суде правило. Где это было требование и какое оно было? Вам же уже коллега, который выбегал от требований. Я от вас спрашиваю. Я спрашиваю от дождустого лица, который отвечает за составление протокола, потому что будете вынести личную персональную ответственность по статье 286. Потому что именно вы, а не ваши коллеги, должны разъяснить, что конкретно я нарушил, какие претензии ко мне предъявляются. Поэтому я вас внимательно слушаю, где, что, когда и при каких обстоятельствах я нарушил и тому подобное. Я вас слушаю очень внимательно под видеозапись, потому что это будет потом доказательством, что вы превышаете свои полномочия. Потому что отказ предоставить мне данную информацию будет считаться как злоупотребление вами полномочиями, в том числе. Слушаю вас, Максим. Вам никто не отказывает в получении информации. Поэтому я вас слушаю очень внимательно, конкретно что я нарушил. Вы получите копию протокола, где будете... Вы обязаны разъяснить мне права, вы обязаны сказать, в связи с чем вы меня задерживаете. Еще раз спрашиваю, в связи с чем вы меня задержали. Вы ограничили меня в правах. Вы будете меня дальше отвлекать от составления административного материала. Я вас не буду отвлекать ровно после того момента, как вы мне сообщите причину моего задержания. Но фактические данные, не просто общие слова, а конкретно, что я нарушил, что я не выполнил, какое требование, где, кем было в отношении меня произведено. Я еще раз обращаю внимание, ведется непрерывная аудиофиксация. Соответственно, врать вам не получится. В студии запрещена видеофиксация. Я поговорю про аудиофиксацию, Максим, у тебя с ушами все хорошо? Перехожу вот на такой разговор, потому что я фиксирую, я фиксирую на данный момент ваши незаконные действия, совершение вами преступления. И мне ничто не может это запретить, потому что ты на данный момент, с моей точки зрения, преступник. И ты будешь наказан. Проявляется невозможительное отношение к сотруднику. Какому сотруднику, где, когда, при каких обстоятельствах, в чем это выражается? Прямо здесь и сейчас уже. Да потому что вы превышаете свои полномочия. Я защищаю себя всеми доступными законными способами, в том числе путем собирания доказательств против вас. Потому что я вам неоднократно под видеозапись спрашиваю, какие конкретно претензии ко мне возникли, где и когда. Вы сейчас говорите, что претензии именно здесь и сейчас. То есть вы меня здесь удерживаете и в связи с этим мне предъявляете претензии. Лично у вас ко мне какая претензия? Лично у вас, я сейчас про вас спрашиваю. Когда я подошел к вам, вы уже разговаривали на повышенных тонах. Что значит на повышенных тонах? Как вы определяете, где повышенный тонах, где не повышенный? Сейчас я с вами на каких тонах общаюсь? На повышенных. Я вам открою секрет. Я всегда так общаюсь. Это моя манера, мой характер, моя прочая характеристика личности. Я всегда так общаюсь. Я люблю говорить четко, понятно и внятно. Я надеюсь, вы меня слышите это. Нет? Я вас прекрасно слышу. Ну тогда поясните, помимо моего манера общения, интонации, что вам еще не устраивает, чтобы составлять протокол? Что конкретно я вас не устраиваю? Цвет глаз, рост, вес. Что конкретно? Какую дискриминацию вы мне хотите предъявить? Что не так с моим голосом, интонацией и тому подобное? Я вас слушаю внимательно. Разговаривайте на повышенный тонах. Раз. Так. Вы ждете видеосъемку? Два. Видеосъемку когда я включил? Еще раз спрашиваю. Видеосъемку я включил с того момента, как ваш коллега Харченко, или кто у вас там начальник, начал препятствовать моему выходу из здания суда. Паспорт собой у вас. Я еще раз спрашиваю. Конкретно предъявляйте мне претензии. Паспорт есть у вас? У меня все есть, не переживайте. Можете. Дождусь сотрудников полиции, мы все оформим. Вас оформим, не переживай. Я вообще не переживаю. Да ты зря не переживаешь. Я тебе еще раз говорю, ты зря не переживаешь. Ты явно превышаешь полномочия, причем это фиксируется непрерывно под видеозапись. И ты правильно говоришь о том, что я веду видеозапись именно для того, чтобы уличить вас в преступлении, в превышении своих полномочий. Потому что вместо того, чтобы извиниться и отпустить меня, ты занимаешься тем, что предъявляешь мне претензии. Видели ли ты голос мой тебе не нравится? Громко я разговариваю. А как мне с тобой разговаривать, чтобы ты меня услышал? И чтобы ты меня не игнорировал, а повернулся ко мне и ответил все-таки причину моего задержания. Максим Александрович, а? Что мне нужно сказать? Я еще раз задаю вопрос. Тот же самый вопрос. Причина моего задержания. Видеосъемку я веду здесь. Я это, по-моему, даже объяснил. Это я понял. Причина составления протокола какая? Потому что не выполняли законные требования. Какие законные требования? Прекратить действия, нарушающие... Какие действия прекратить? Какие прекратить действия? Еще раз спрашиваю. Я вам предлагаю перенести составление протокола на другую дату. Я готов дать вам расписку обязательства о явке. Я пойду к вам с защитником, с адвокатом. Максим Александрович, услышали меня? Услышали меня? У вас будет шанс отказаться от вашего обвинения. Кто-нибудь сопроводите меня на улицу? Подышать свежим воздухом. Сейчас человек, который составляет протокол, прорешит. Вот то, что он сейчас говорит своему начальнику, он, во-первых, не присутствовал там. Он это все говорит со слов этого Ложкина. А Ложкин на самом деле влез и нарушил порядок в судебном заседании. Он там какие-то выкрикивания начал делать. Хотя судья ему никаких указаний не давал. И никаких замечаний мне не делал. Сотрудник, дайте команду, мы постоим свежим воздухом, подышим. Ну пойдемте, пойдемте. Ничего страшного не будет. Вы задержаны? Вы задержаны? С свежим воздухом подышать нельзя. Вы уже задержаны. Мне плохо, говорю, мне свежим воздухом надо подышать. Ну тогда скорую вызывай. Скорую? Да, и мне нужен свежий воздух. Я никуда не убегаю, я тебе еще раз говорю, хочешь, может, меня пристегнуть. Нет, нет, вы здесь. Мне свежий воздух нужен, ты заупотребляешь своими полномочиями, дорогой. Там окно откроют? Ну откройте окно, у меня свежий воздух мне нужен. Что непонятного? Вы занимаетесь провокацией, сотрудники. Провокацией занимаетесь. И за это вы будете отвечать. И перед законом, и перед народом. Как только я зашел в здание суда, вы уже стали провокацией заниматься, меня сопровождали. Скажите не так. Вы мне в глаза говорили о том, что нет, вам не было никакого указания. А в суде вы что сказали? Это зафиксировано. На аудиозапись. Когда вы к суде напросились, потому что вы сказали, мне дали указание здесь присутствовать. Кто вам дал указание? Я спрашиваю. Харченко! Харченко вам дал указание? Я не буду отвечать на вашу ответственность. Вы ответьте, потому что вам придется ответить. Понимаете или нет? Харченко на видеозапись мне угрозы начал делать. Он такие угрозы делал в полиции номер один. И вылетел оттуда. И отсюда вылетит. Куда он дальше пойдет? В уборщике? Администратора он себе здесь почувствовал. Его уровень знаете какой? Ну тот уровень, который он занимает. Администратор. Никто. Вам указание может делать только судья в судебном заседании. И ваш вышестоящий подчиненный. Харченко таковым не является. Почему вы потакаете ему? Я никому не потакаю. Почему исполняют его распоряжение оформления на меня протокола? Почему препятствовали моему выходу из кабинета судьи? Почему Харченко там начал мне препятствовать? Моему движению? Все вопросы вы задаете в судебном заседании. Так я вас вынужден буду также вызывать в качестве свидетеля. Поэтому я сейчас фиксирую на видеозапись. даю вам возможность сказать правду на видеозапись, чтобы потом вас, вышестоящее руководство, не заставило давать ложные показания в суде. Потому что вот это все будет обнародовано, как вы себя ведете. Еще раз спрашиваю, почему вы слушаете Харченко? Я вам ответил уже на этот вопрос. Хорошо, я вам задам тот вопрос, который изначально вам задавал. Вам дали указание меня сопровождать, как только я зашел в суд? Дали или нет? Нет, почему вы в судебном заседании сказали о том, что вам дали указание присутствовать в судебном заседании? Это зафиксировано, еще раз вам говорю. Вы мне говорите одно, а в суде говорите другое. Вы кому врете, судье или мне? Еще раз спрашиваю, кто вам дал указание меня сопровождать? Кто спровоцировал вот эту всю? Кто спровоцировал всю эту ситуацию? Я спрашиваю еще раз, прямой вопрос, Харченко или кто-то другой? Кто спровоцировал данную ситуацию? Харченко или кто-то другой? Михедов? Кто спровоцировал? Я же вам сказал, не буду отвечать на ваши вопросы. Я понимаю, что вы не хотите отвечать. Вы занимаетесь провокацией. Я так понимаю, это пошло указание. Правильно? Меня изначально не хотели пропускать. Изначально даже. Мне паспорт когда отдали? Когда мне отдали паспорт? Я же еще раз тебе говорю, ведется аудиофиксация непрерывная. Что ты мне сейчас врешь? Забыл я его. Я же под аудиозапись это все сказал. Вы меня не пускали, потому что у вас там в списках меня не значится. Я вам сайт показал о том, что сегодня судебное заседание, фамилию назвал, 208 кабинет. Вы там что-то решали, уточняли. Я настоял на том, чтобы вы меня сначала пропустили, а потом вы решаете свои проблемы, чтобы меня в коридоре не стоять. Что ты врешь, а? Михедов? Я не вру. Ну как ты не врешь? Вас не было в списках. Ну и что, это не повод меня не пускать. Я вам показал сайт суда, где указано конкретно судебное заседание, кто проводит и так далее. Да мне все равно на вашей списке. А вы мне сейчас говорите о том, что я паспорт забыл. Вы врете в лицо, в нагло, просто врете. Вам не стыдно? Зачем вы так говорите? Как я могу забыть паспорт? Что за бред? Нет, вы хоть историю бы придумали какую-то. Так все-таки кто дал указание? Отдал вам паспорт. Ну отдали, через сколько времени вы отдали паспорт? Зависали и отдали. Сколько нужно времени, чтобы отдать паспорт? Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Так а вы ответьте на вопросы, пожалуйста. На какие? Почему вы изначально препятствовали моему проходу в здание суда? Почему изначально препятствовали моей защите? Ну в качестве защитника я имею ввиду. Представлять интересы моего доверителя. Почему мне препятствовали в самом начале? В самом начале вы мне сначала ограничили вход в здание суда. Потом вы навязались в судебное заседание. Потом вы мне не дали выйти из зала судебного заседания, из кабинета. Потом не дали выйти мне из здания суда. Тут протоколы какие-то фальсифицируете. И до сих пор не можете мне конкретно предъявить конкретное обвинение. В чем вы меня обвиняете? В вас же уже говорили. В чем конкретно? Да в том-то и дело, что конкретики нет. Есть общие фразы. Что я что-то нарушил. Что нарушил? Голос мой не нравится. Так он у меня такой всегда от природы. Спасибо моим родителям. За то, что я умею четко выражать свои мысли. И доходчиво. А не мямлить, как некоторые. Вот вы мямлите. Я считаю, это неуважение, когда вы шепотом разговариваете. Или судья там зачитывает какое-то определение, которое не слышно никак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы начальство? Давайте потише. Давайте тогда с вами беседовать. Это хорошо, что вы приехали. Представьтесь, с кем я буду разговаривать, кто старше из вас. Я вам объясню, в чем заключается конфликт. Я думаю, вы мне поймете. И все, мы решим этот вопрос. Запрещено снимать в суде помещение. В данный момент я фиксирую преступление. Я вызвал наряд полиции. Соответственно, у нас сейчас... В данный момент в отношении вас что-то совершается? Да. Удержание, незаконное удержание меня. Я предложил вашему коллеге, который так и не смог мне объяснить причину моего задержания, чтобы снизить баллы, дать мне подписку, не подписку, это расписку о явке, назначить конкретный день составления протокола. Я подойду с защитником, и мы все прекрасно составим. Если не подойду, составите, направите это в мировой суд, мы там будем разбираться. Ну, как бы он не захотел этим воспользоваться, давайте все-таки с вами побеседуем. Кто из вас старше, с кем буду общаться? Одинаково. Нет, я с одним буду общаться. Ну, вот мы двоем. Нет, с одним. Кто будет из вас берет на инициативу? Давайте я возьму. Давайте вы. Так, вас как зовут? Лейтенант внутренней службы Весонов Юрий Евгеньевич. Так, Юрий? Евгеньевич. Юрий Евгеньевич. Я правильно понимаю, вы сейчас на данный момент в данном наряде самый старший. И от вашего решения все зависит. В данный момент я нахожусь здесь, являюсь старшим. Все, ну я от этого хотел узнать. То есть, в конечном итоге от вашего решения все зависит. То есть, если будет, скажем так, конфликтная ситуация улажена, то, в принципе, если вы дадите команду вашему Максиму Сергеевичу, он как бы вас послушается. Правильно я понимаю? Конечно, послушается. Давайте теперь по порядку вообще, что произошло. Я сегодня... Ну, давайте подождите секундочку. Обождем я сначала высушу точку зрения своего сотрудника. Да, без проблем. А потом уже поговорим с... Конечно, конечно. Вы на заседание сюда приходили? Естественно. Ну, я еще не погулять сюда. Я в качестве защитника пришел. У меня есть нотариальное доверение. Все как положено. Добросовестно защищал интересы своего доверителя. Готов вас послушать. Да. Значит, смотрите. Давайте прям по порядку. Пожалуйста, меня не перебивайте. Я постараюсь... Хорошо, я вас... Наверное, все-таки коротко. Не буду слишком подробно. Поднимайте. Значит, я являюсь защитником. Сегодня в назначенное время в 10 часов 208 кабинет прибыл на рассмотрение административного отдела в качестве защитника. Соответственно, как только я зашел сюда, уже возникли проблемы на входе. Ну, как обычно, досмотр происходит, все. Но потом почему-то я не оказался в каких-то списках. Хотя никаких списков никогда не надо. Я показал сайт, на какое дело я пришел. Ну, вот это все. Ну, ладно. Я настоял на том, что все-таки меня досмотрели. Я прошел. Вот, паспорт мой здесь удерживали какое-то время. Удерживали мой паспорт. Я там ждал. Ждал, когда эта все процедура закончится. Процедура закончилась. Я не знаю, там в списке меня внесли в какие-то или еще что-то. Или, может, посоветовались. Вернули мне паспорт. Дальше я пошел на второй этаж, 208 кабинет. Отметился, что я пришел. Все. Все, стою, ожидаю. Соответственно, за мной проследовал ваш коллега Михедов. Вот. Я у него еще здесь на первом этаже задал вопрос. Вам дали указания за мной все время ходить? Он стал за мной все время ходить. Вот. Он говорит, нет, никаких указаний не давали. То есть у меня первый щелчок. Значит, меня как-то с проблемами запускают в суд. Второй щелчок. Меня почему-то сопровождают. При этом на прямой вопрос. Вам дали указания так делать? Он говорит, нет, мне так не делали. Но открывается судебное заседание. И он сам говорит, к судье обращается. Уважаемый суд. Можно я буду здесь присутствовать? Мне сказали здесь присутствовать. Судья ему разрешает. Все. Он, соответственно, присутствует. Все. Дальше заканчивает. Ну, много раз делается перерыв. Мы выходим. Как бы я саму суть не буду рассказывать. Это отдельная история для квалификационной коллегии судей и так далее. Как бы суть не в этом. А дальше заканчивается судебное заседание. Я пытаюсь выйти. И ваш коллега, Ложкин. Пытается спровоцировать конфликт. Путем том, что он мне говорит, выйдите. Потому что... Откуда выйдете? Из кабинета. Из кабинета. Я ему несколько раз повторяю. Из кабинета судьи? Да. Я ему еще раз говорю. Я ему несколько раз повторяю. Я выхожу. Я говорю, дайте мне вещи собрать. То есть он знает, что не ведется видеофиксация у меня. Он произносит эти фразы. То есть специально провоцирует, чтобы создать какую-то видимость какого-то конфликта. Я говорю, я выхожу. Я неоднократно ему повторяю. Я выхожу. Говорю, дайте мне забрать мои вещи. Поспокойнее. Ну, я говорю так, как я говорю. Я вам объясняю. Соответственно, он начинает провоцировать этот конфликт. Потом он начинает цепляться к слову «ты». И так далее. Я говорю, выпустите меня. Потом подходит другой коллега. Я говорю, можно я с ним продолжу от разговора? Вот подходит Максим Александрович. Вот этот все равно не унимается. Начинает ко мне лезть. Понимаете? В буквальном смысле. Я говорю, я не хочу с тобой разговаривать. Это все фиксируется. Я ему говорю несколько раз. Я не буду с тобой разговаривать. Он лезет ко мне. Я пытаюсь с Максимом Александровичем разговаривать. Тут появляется Харченко. Начинает меня трогать руками. Начинает мне что-то какие-то выговоры говорить про видеосъемку. Трогает мое оборудование. Начинает меня лапать. Я начинаю, соответственно, ему говорить, что уберите этого человека, чтобы не было конфликта. То есть провоцируется дальше конфликт. Я, соответственно, говорю, что я выхожу. Все, судебное заседание закончено. Спускаюсь вниз. Меня преследует этот Харченко. Становится пузом. Пузом упирается и говорит, я тебя не пущу. Я это уже вынужден был включить в видеокамеру, потому что он совершает преступление. Он ограничивает мою свободу передвижения. Я делаю ему замечание. Я обращаю внимание на то, что у меня с ним конфликт. Еще по отделу полиции номер один, от которого его выпнули. И отсюда его выпнут. Я все сделал, чтобы его выпнут. Потому что он... Откудите от тему. Я вам объясняю, что есть конфликтная ситуация. И он решил воспользоваться своим должностным каким-то положением, о котором он не заявил. В чем преступление это заключается? В том, что меня задерживают без каких-то законных оснований. Потому что мне не могут предъявить вообще связи с чем. Хорошо, слушаю вас. Вы услышали мою уверенность? Я, конечно, я услышал вас. Со слов моих коллег, судья в том числе, попросил вас покинуть помещение. Я покинул. Вы не покинули сразу, после чего вас судебный пристав по УПДС в ружке. Попросил вас, не попросил, потребовал вас в связи с тем, что ему дала указание. Хорошо. Не перебивайте, пожалуйста, я вас не перебив. В связи с тем, что в судебном заседании судья попросила вас покинуть помещение. Я покинул. И попросила, дала указание судебному приставу. Не давала указание, вранье. Она дала лично. Вранье. Я склонен доверять своему коллегу. Более того, я покинул судебное заседание. Более того, она не Not performed. Она не давала указания. Вы меня перебиваете. Я вам просто объясняю, что вы врете. Вы меня перебиваете. Точнее, может не вы врете, а вам наврали, а вы вынуждены сейчас под видео-запись это говорить. Вы меня перебиваете. Пригласите того человека, который вам это сказал. Это проявление неуважения при общении. Пригласите того человека. Я не собираюсь никого приглашать. Второе. Обращение на «ты» к судебному приставу. На «ты» к судебному приставу. Судебный пристав, в принципе, вложеное лицо, преисполнение служебных обязанностей. Правильно? Вы это осознаете? Это неуважительное обращение к судебному. Я его не уважаю, я прямым тестом говорю. Я его не уважаю, потому что он спровоцировал конфликт. Вы его можете не уважать, но обращаться неуважительно вы не имеете права. На каком основании? Какая норма права меня ограничивает обращаться на русском языке? Я говорю, что это правило поведения граждан в суде, где не допускается неуважительное обращение к судебному действующему. Я ему сделал несколько раз замечание, отстань от меня. Я ему сделал замечание, чтобы он до меня... Вы можете попросить его и сказать, и обжаловать его действия впоследствии... А если он лезет ко мне? К вам никто не лезет. Ну в смысле, кто не лезет? Я поэтому говорю, что нужно вас фиксировать постоянно. Вы зафиксировали. Соответственно, наши действия вы можете обжаловать. В данном случае вы задержаны по статье 17.3, часть 3. Сейчас мы будем на вас оформлять дело, не переживайте. Сотрудники полиции, можно вас... Я с вами еще пока не закончил. Сотрудники полиции, я с вами закончил. Я с вами не закончил. Я понял вашу точку зрения. Вы задержаны по статье 17.3. Вы не имеете права меня задерживать. Орел. Мы имеем права. Не умеешь. Вы имеете... Сотрудники полиции, слышали? Этот человек произнес на видеокамеру, что я задержан. Назови норму 27.3.2. Какое основание для задержания? Какие основания для задержания? Какие основания для задержания? И доставление и рассмотрение своевременного. 17.3. Какие основания для задержания? Только что объяснили. Вы нарушили поведение граждан судей. Не исполнили законы раскоряжения судебного пристава по ОПДСу о прекращении действий, нарушающих установленных судей. Не было никаких распоряжений. Это ваше личное мнение. Это не мнение, это факт. Я вам не говорю, что... Чем подтверждаются эти дозакции? Сотрудники полиции, давайте я вам коротко объясню, в чем сейчас у них совершено преступление. Они, в принципе, это на видео сейчас все зафиксировали. Значит, сразу разъясняю, данная статья, 17.3, она, скажем так... Давайте сначала с вами познакомимся. Мамай Владимирович. Старший член полиции Усанов. В чем суть вашего обращения? Смотрите, для того, чтобы человека задерживать, должны быть законные основания. И веские основания. То есть есть статья 27.3 КОАП. Так и называется. Задержание. Есть статья доставления, есть статья задержания. Так вот, у них нет сейчас законных оснований для задержания. У них есть право, предположим, составлять протоколы. Но задержание, составляние протоколы, это разные вещи. Вот я... Достаточно мне сейчас сказать, для того, чтобы вы составили протокол, мне необходимы услуги моего защитника. Я нуждаюсь в защите. Можно я разговариваю с сотрудником полиции, не перебивать нас? То есть я имею право сейчас заявить устные, как письменная ходатайская... Ну, если устные не примут, сейчас заявлю письменная ходатайская, что я нуждаюсь в защитнике, и они обязаны обеспечить мое право на защиту. А именно, с учетом того, что у нас все-таки гражданско-правовые отношения, это договорные, что это требуется время, заключение договора, поиск соответствующего защитника, они должны выдать мне обязательства, а явки. И уже на защитника я приду до составления протокола. Удерживать они не имеют право. На самом деле они сейчас занимаются именно задержанием. То, что они говорят о том, что они имеют право для своевременного рассмотрения дела меня задерживать, это вранье. Потому что статья 17.3, часть, по-моему, 1 или 2, я уже не помню. Ну, то, что... По третьей части вы задержали? То, что вы мне предъявляете... Вот, третьей части вы задержали. По какой третьей части? Вы даже не знаете. Ну прекратите. Вы не знаете третьей части статьи 17.3. Ну давайте еще раз тогда. Скажите, в какой части задержат? Это правонарушение, предусмотренное статьей 17.3, часть 2, совершенное повторно. Она предусматривает в том числе административный арест. Так, вот смотрите, теперь конкретно какие доказательства. Смотрите, прямое нарушение, то есть он не имея на руках никаких доказательств он не предъявляет. То есть фактуры не имея. Прямое злоупотребление полномочий. То есть он меня объявляет уже в ранее совершенных, причем по вот этой части, как я сказал, 2, да? Оно рассмотрено. Предъяви мне вступившее в законную силу решение. Не предъяви, а предъявите, вы опять нарушаете правила. Да потому что, сотрудники полиции, я к вам прошу принять соответствующие меры. Во-первых, пресечь правонарушение, освободить меня прямо здесь и сейчас. И принять от меня заявление, соответственно, и взять объяснение. Ну, человек, вы же знаете, если вы употребляете в своей речи статьи, задержания и так далее, вы же знаете, что, допустим, даже возьмем с протокола, да, который на вас сейчас будет составлен, составляется, я не знаю, я вот только что прибыл. Ходотайство на ответчика, я не знаю, данные сотрудники тоже. Ну, почему вы не знаете, как вас зовут? Я не знаю, составляли на вас протокол, не составляли. Усанов Валерий Николаевич, я представлялся. Олег Николаевич? Валерий Николаевич. А, Валерий Николаевич. Вот, смотрите, данный протокол вы можете обжаловать, насколько вам это известно. Вопрос не в этом. От сотрудников могут быть обжалованы вышестоящим руководством прокуратуры или в суд, насколько мне известно. От сотрудников полиции что вы хотите? Валерий Николаевич, смотрите, смотрите, Валерий Николаевич, давайте вот так вот. Сделаем очень просто. Я очень долго под видеозапись пытался выяснить у них причину моего задержания. Вам объяснили. Не объяснили. Вот сейчас появилась другая причина. Вот поскольку это дело зафиксировано, пожалуйста, потребуйте подтверждения этой причины. Если они сейчас вам это не предъявят, значит они злоупотребляют своими полномочиями. Вот то, что вот этот гражданин сказал, пускай он это предъявит. Предъявит основ... Я делал, этого я надеюсь. Подождите, подождите, я же еще раз говорю. Он конкретно предъявил мне часть третью, 17.3. Для того, чтобы мне это предъявить, должны быть законные основания. Пускай он предъявит. То есть мы вызвали сотрудников полиции, чтобы мы... Пресекли правонарушение. В данном случае преступление. Потому что он называет просто с потолка цифры и говорит, ты виновен в этом. Не имея на руках никаких доказательств. Абсолютно. Чтобы мы рассматривали административную... Не рассматривали. Просто, чтобы он под видеозапись сказал, какие доказательства для того, чтобы мне сейчас хоть что-то предъявлять. Аудиовидео. Если вы сладитесь на третью часть, значит у вас есть какое-то вступившее в законную силу решение суда, не обжалованное, не находящееся на рассмотрении и так далее. Какие основания? То, что вы там YouTube смотрите и тому подобное, по телефону общаетесь, это вам не дает основания сейчас себя так вести. С чего вы взяли, что я смотрю YouTube? Предъявите, пожалуйста, основания для применения ко мне по 17.3, часть третья. Мы сейчас соберем необходимый... Стоп, секундочку. Ну, опять вы переправили. Ну, проводите административное расследование. Правильно. Вам дается такое право. Ну, задерживать вы меня не имеете права. Право вас задержать. Имею. И под протокол административного задерживаю. Сотрудники полиции, давайте все-таки мы будем... Вы пишите заявление, что хотите делать. Заявление будете писать. Вы что хотите делать? Нет, я в любом случае буду писать заявление. Вы пишите, конечно. Конечно. Конечно, конечно. Но я помимо заявления, я прошу, чтобы вы прекратили данное правонарушение. Я не могу, я сейчас веду видеофиксацию. Можете под аудиозапись, под мою устную диктовку написать заявление и распишусь. У меня нет с собой устного бланка заявления принятия. Правильно я вас понимаю, вы отказываетесь принять у меня мое устное заявление о совершении преступления. Вы можете проследовать с нами в дежурную часть отдела полиции номер один. Я готов с вами проследовать дежурную часть. Вот сейчас с вами закончат службу судебных приставов, и мы пойдем с вами в дежурную часть. То есть вы будете здесь присутствовать? Хорошо, давайте сделаем. Ну, как вы желаете. Вы хотели заявление подавать сотрудникам? Подавать. Никто идти, пишите. Я без тебя решу. Что ты мне указываешь? Мне надо со мной так разговаривать. А как ты бы разговаривать, а? Что ты бычешь на меня, а? Орел! Вот рот заткнулась, стоя, молча здесь. Я говорю, не надо. Рот закрой! Я разберусь, что ты делаешь. Рот закрой! Рот закрой! Рот закрой! Хамло! Будет он мне еще указывать, что мне делать, еще писать. Да, буду. Я сказал, буду писать, я не могу сейчас... Поставьте на паузу. Я не хочу ставить на паузу, я хочу, чтобы велась непрерывная видеофиксация. Поставьте где-нибудь там, а пускай записываем. Я в любом случае не буду писать от руки, потому что я хочу, чтобы вы приняли мое устное обращение и зафиксировали. Потому что в конечном итоге данная видеозапись будет выложена в сети интернет и дана будет оценка в том числе и ваших действий. Я считаю, что вы на данный момент проявляете бездействие. Изначально я общаюсь со всеми на «вы» и уважительно, подчеркнуто, и требую в отношении себя точно такого же обращения, независимо от погоны и тому подобное. Судья точно так же должен относиться к участникам процесса уважительно. Поэтому не думайте, если у вас там какие-то звездочки на погонах, либо у судьи там какое-то удостоверение, это дает право... Да не надо мне указывать. Я не указываю, я вас прошу. Ну и попросили все, я буду делать то, что я считаю нужно. Когда еще так получится с вами встретиться? Я думаю, для вас это будет очень хороший урок. Вы же знаете, конечно. Да. Ну и для вас, я думаю, тоже будет хорошим уроком. Для меня уроком? Конечно. Да я все, что я делаю... Вы не тыкайте, будьте любезны. Я к вам с вами нормально общаюсь. Не буду любезен. Ну я понял. Да. Что ж с вас возьмешь? Я не обязан тебе быть любезным, особенно в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Вы еще раз, вы еще раз вам говорите, что вы совершаете административное правонарушение. Ничего я не совершаю. Нарушая правила поведения граждан. Никакие правила я не нарушаю. Вы ограничили мой выход. Если бы вы меня выпустили, вопрос... Да на основании чего? Я же вам сказал. Я вам уже повторял. На основании того, что я быстро вещи не забрал, не вышел из кабинета или что? Вы неуважительны. Ну так я не уважаю. Так а в чем проблема-то? Вы можете не уважать, но обращаться должны уважить. В соответствии с законодательством. Я никому не обращался, я к приставу не обращался, а он ко мне домогался, я прямым текстом это говорю, домогался. Я ему прямым текстом говорю, отстань от меня, а он ко мне лезет. Это зафиксировано. Год. Что? Ознакомиться будьте? Ну естественно я буду ознакомиться с лишним материалом. То, что решение вступило в законную силу о привлечении у вас административной ответственности по статье 17.3 часть 2. 17.3 часть 2. Ну вы прекрасно знаете о чем я говорю. Будете ознакомиться? По части 1. Вы задержали, собрали документы и все ознакомлены. Мы законно его задержали. Ну я не получал этого решения. Я вам даю его. В смысле мне вы сейчас даете? Я сейчас не готов ничего убрать. Я вам не вручаю. Давайте сделаем так. Я вам его не вручаю. Я вас ознакомливаю с тем, что... Ну я когда заявлю ходатайство об ознакомлении, тогда будете ознакомливать. На данный момент я заявлю ходатайство о необходимости. ...по статье 17.3 часть 3, так как это постановление, которое вступило в законную силу по первой части 17.3. В соответствии с третьей частью 17.3 КОАП РФ административным наказанием в том числе является и административный арест. В результате чего я должен ставить административный материал по данной статье и припроводить вас к судье для рассмотрения административного отношения в отношениях. Мы еще составляем. Пока вы задержаны по третьей части, ну разваливайте, ради бога. Дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что мы сейчас будем составлять миссариум. И вы задержаны как минимум пока на три часа. Ну давай, давай составляй. Все, не давай, а давайте. Но только дай мне возможность воспользоваться моим правом. Для начала разъясни мне права. Ведется непрерывная фиксация. Вам уже все... Сотрудник полиции, смотрите, на данный момент нарушаются мои права. Мне никто ничего не разъяснял. Никто не разъяснял. Ведется фиксация. Замечательно, я вам разъясняю, что вы... Вы будете составлять протокол. Пригласите человека, который будет составлять протокол, которому я буду давать ходатайство и который будет разъяснять мне права. Давайте все... Давайте демонстративно покажем по процедуре, как все должно быть по закону. Покажем, научим граждан, как нужно защищать свои права, а как вам оформлять. Давайте по красоте сделаем. Давайте. Замечательно. Все отлично, давайте. Но только для этого мне нужен ваш самый грамотный сотрудник, который будет сейчас вести процедуру.